Микс Ньюс Давайте напишем историю вместе Прекрасная юность Поиски правды Сбывшиеся надежды И данные обещания Флэшмобы в Фейсбуке И случаи из нашей жизни В студии Радио Болтком По пятницам в 3 часа В программе Очевидец Добрый день, уважаемые радиослушатели Сегодня в программе Очевидец У нас коллекционер Впускник Рижского Краснознаменного института инженеров Гражданской авиации Представитель авиадинастии В двух или в трех поколениях Александр Семенов И поводом для нашей встречи Послужила книга, которую он подготовил И она вот в этом году Вышла из печати Красивое, красочно иллюстрированное издание Называется оно Страницы из истории Рквиаву Ркиега Рау В фотографиях, документах Образцах формы Знаках и атрибутики И основой для этой книги Послужила коллекция Которую Александр собирает Последние годы Наверное 10 Или больше Больше лет Это коллекция Знаков отличия Различной атрибутики Связанной с авиацией И прежде всего С Рижским Краснознаемным институтом Инженеров гражданской авиации Крылатым вузом Как мы его Называли Раньше И называют его Выпускники Наверное сейчас Которому Недавно Исполнилось 100 лет Вернее И Я хотела бы Начать Вот с главы Которая начинается На 41 странице И там написано 1910-18-48 годы Почему Официальная дата Как будто считается С 1919 года А Вы указываете 1910-й Александр Да Это Такой Вопрос Правомерный Исторически Сложилось так Что вот Отчитывается История института С 24 мая 19-го года Но Институт Гражданский Образовался Вообще Из Училищ Военного Которое Было Расформировано В 60-м Году И на его базе Был создан Институт Инженеров Гражданской Авиации А военное Училище Было создано Из двух Средних Учебных Заведений Первое Это были Ленинградские Курсы Усовершенствования ВВС Который Дал Дали Начало Механическому Факультету А второе Это было Училище Которое Готовило Техников По оружению И Радиоспециалистов А вот Это училище Уже Родилось Как При советской Власти В 18-м Году На базе Гатчинской Авиационной Школы Которая Была Создана В 1914 Году На аэродроме Под Санкт-Петербургом И Которая Готовила И пилотов И техников И рабочих Для Тогда только Появившейся Российской Авиации Почему Это Замалчивали Так Ну Я не знаю Это Ну Это Из-за Советского Проекта Да Но Тем не менее Это училище Даже Как советское Второе Ленинградское Авиационно-техническое Училище Все равно В 18-м Году Было Образовано Но При объединении Уже В 49-м Году Двух Училищ В Рике Уже Которые Существовали Оба Училища После Ленинграда И после Эвакуации В военное Время Одно В Ишиме Было Другое В Магнитогорске Оба Попали В Ригу И при Объединении Этих Двух Училищ Почему-то Стало Так Что Считалось Что Как бы Превалировало Первое Училище Которое Вот Состояло Из Инженерного Факультета Как тогда Назывался Механический Факультет А то Что Радисты И вооруженцы В него Влились Это уже Ну Как бы Вторая Часть Его И вот Начали Считать Что Это Так Итак В основе Этого Издания Этой Книги Коллекция Знаков Отличия И Атрибутики А с чего Началась Вообще Эта Коллекция Как вообще Возникла Идея Собирать Такие Вещи Ну Я Из Авиационной Семьи Мой Отец Семенов Иван Поступил В это Военное Училище Еще в 1939 году До войны В Ленинграде Он учился После окончания Его Прослужил Прослужил Какое-то Время В армии И потом Поступил Уже В Рижское Авиационное Инженерное Училище Высшее Военное Училище Ну И поскольку В этой Среде Я общался Его друзья Были Военные Видел Какой форме Они ходили Как Атрибутик О знаке Различия Награды Были Мне было Это интересно А потом И я Поступил Сам В этот Институт Когда Уже Стал Не Не училище Стало А институт И тоже Тогда Военную Форму Сменили На форму Гражданской Авиации Ну Вот так И одно За одним Пошло И Стал Стал Собирать Эти знаки Авиационные Ну Не такие Как из Киоска Где Самолетики А Служебные Знаки Они Красивые Хорошо Выполнены Хороший Металл Многие Довоенные Знаки Они вообще Выполнены В серебре Так что Это Достаточно Интересное Познавание Это история История Можно Недалекая История Начала Авиации Это все Можно было Проследить И так Давно Она И родилась В вашей коллекции Есть настоящие Раритеты То есть Вот На той же Странице Которая Говорит О начале Истории Института Есть Знаки Которые Относятся Именно К царским Временам Да А как вы их Где вы их Нашли Кто вам их Я не знаю Подарил Продал Прислал По разному Получается Когда я начал Этим Заниматься Я познакомился С людьми Из Рижского Клуба Коллекционеров Достаточно Тогда Их было Много И серьезные Люди Занимались Многие Из них Занимались Этим Еще И раньше Чем я У них Большие Коллекции Были Ну конечно Я сдружился С теми Кто Авиационными Вещами Интересовался Ну что-то Обменивали Что-то Приходилось Покупать Конечно Ну За Ну за Коллекционирование Я так понимаю Стоит Такой Достаточно Фундаментальный Труд То есть Надо понимать Что именно Вы ищете Это безусловно Чем отличается Один знак От другого И Вот Этот труд Где вы брали Источники Кто был вашим Ну поводырем В этом плане Консультанты Были Да Конечно Ну много Из книг читал Не таких Даже не интернетных А солидное Издание Государственного Исторического Музея России Или СССР Там очень хороший Такой Автор Дуров Который Специалист По знакам И орденам У него Очень хорошие Книги Серьезные Такие Научные Труды Ну а так Изучать Только Много Обманывали Конечно Не скрою И продавали Не то что Ну нужно Потому что уже Это Дело Подделок Было Довольно Хорошо Налажено А существует Какой-то Я не знаю Реестр Вот этих Знаков Которых Ну можно Было Просмотреть Вот историю Там Условно По каждому Вузу Или по Каждой Специальности Какие Знаки Выпускались В какой Период Когда Происходили Смены Этих Такого Общего Нет Вот Моя книга Послужит Тоже Кому-то Для нашего Института Ну довольно Хорошее Забрание А такого Общего Нет То есть Фактически Это каждый Собирает Что знает Что делает Где может Найти И Но к сожалению Сейчас очень много Появляется Таких Ну не Несерьезных Вещей Которые Выдают За то Что Ну Что Что не имеет Места быть Вот например Знак Института Моего Об окончании Он официальный Знак Который имел Свою форму Государственным Монетным Двором Выпускался А студенты Делали Показать Свою Принадлежность К институту Самодельные Знаки Собственный Дизайн Собственные Художники Делали Ну заказывали Ну вот На нашем Выскочили Опытном производстве Кто в знаке Дарбо Спарс Делал И Второй Завод Она даже Выскочила Сейчас Из головы То есть в Риге Выпускались Делали Хорошие Солидные Такие значки Делали А теперь В книгах Печатают Например Что это Знак Об окончании Института Ну По Геральдике Например Авиационные Знаки И технически Имеют Синее Поле Ну Кто-то Делал Там Голубое Сейчас Выпускают И с зеленым И с красным И с желтым Даже И все это Выдают Что это Старинные Знаки Когда-то Такие были Истории Придумывают Какие-то Ну Это Отдельная Тема Конечно Про Подделки Скажите А как Студенты Относились К форме Ну Это Было Конечно Знаком Отличия Студентов Этого Института От Ну Совсем Таких Гражданских Вузов Типа Политех Или Латвийского Университета Форму Носили С гордостью Или При любом Удобном Случае Пытались Переодеться В гражданку И Ну Так сказать Не выделяться Из толпы Нет Я думаю Что Ну Во всяком Случа В мое Время Носили Форму С удовольствием И Следили За ней Ну Как Относились Ну Серьезно Во всяком Случа К этому А форма Была Платная За нее Что-то Платили Форму Выдавали Бесплатно Так что Можно А тем более Те кто уже Доучился До третьего Курса Можно было Не получать Форму Фабричного Производства А шить На Малновос Была Специальная Швейная Мастерская Где можно И фуражки Было Шить Шили Специальные С большой Толлей Такой И форму И Для каждого Индивидуально За это Надо было Платить Может что-то Доплачивать Небольшие Какие-то Не помню А может и Бесплатно Даже Как-то я Вот на этом Не Вот вы знаете Я недавно Тут был В Рижском Аэропорту Там музей Есть Авиационный Который Бережно Сохраняет Виктор Талпа И У него Был Какой-то Тоже Из наших Выпускников Вот Просто Вы совпали В этот момент Просто совпали Да Разговаривали Он тоже Книгу Смотрел Слушай А вот Я когда Поступил В институт И нам В колхоз Надо было Ехать Работать А формы Не было Еще У нас Но мы Получили Кокарды Успели взять И вот Эти птички Мы Говорит На гражданские Шапки Ходили Что Красиво Было И поехали В колхоз Картошку Убирать Ну этот случай Кстати Иллюстрирует Да Отношение К форме Все-таки Это был Предмет Гордости Да У нас Есть Возможность Ответить На ваши Звонки И вопросы Уважаемые Радиослушатели 672 12 93 9 672 13 93 9 Звоните Студию Александр Семенов Ответит На ваши Вопросы Или может быть Можете Вы поделиться Своими Воспоминаниями О том Как Вы учились Была ли у вас Форма Во время Учебы Или может быть У вас есть Воспоминания О вашей Школьной Форме И вы Ее Как-то Шили По индивидуальному По шиву Я например Себе К 10 Классу Шила Форменное Платье Ниже колена Это был Вообще Писк моды Ну да Хорошо И значит Форму выдавали Бесплатно Но она же Пачкается Или два комплекта Выдавали Как там было Там сроки Носки устанавливали Например Там пальто Три года Там костюм А даже А даже и пальто Выдавали Да И летнюю И зимнюю Форму Куражка Два Там шапка Ну уже точно Не помню Рубашки Каждый год Выдавали Одну рубашку Или две Две по-моему Минимум Да Людям Жить И с одеждой Было плохо И с деньгами Было плохо Поэтому Такие вещи Как выдача Формы От вуза Или там От училища Они просто Были под спорьем Самому человеку Семьи В этот момент А ваше время Может быть Уже не было Такой напряженности Или просто Это была Ну так сказать Часть Какого-то Советского проекта Такая программа Была Там Все Подразделения Гражданской Авиации Тем кому Была положена Форма Обеспечивались Формой Кому-то За дополнительную Плату Кому-то За 50% А учащимся И курсантам И студентам Это Бесплатно Было Это все Да С прошлого Да Из каких Тканей Кстати Она шилась Вот Брюки Например Эти Первые Когда я Пришел Учиться Это 69 Год Еще носили Форму Которая Была Начало 60-х Годовый Даже 56-го Года Образцы Это Был Габардин Вот Там Я помню Так он Назывался Да Аполь Пальто Из шерстяной Ткани Такой Довольно Грубой Сукно Такое Были у вас Какие-то Щеголи Которые Да Там Как-то Особые Модели Разрабатывали Для себя Да Это точно И пуговицы Перешивали И разрезы На пиджаках Делали Он без разреза Должен был быть А делали А делали Разрезы Ну По моде И брюки Креж Старались Тоже Да Понятно Ну За это Не очень Конечно Ругали Только На военной Кафедре Там Следили Чтобы Соблюдение Было Всего Истриженные Были Без длинных Волос Но Относились Нормально Все С пониманием И Так Вот Очень хорошие Были Преподаватели И Я могу вам Сказать Что все Они Практически Были Выходцы Из Военного Училища В то Время Когда Мы молодые Приходили Которые Там Институт Окончивали Еще Но Те Все Военные Из Военного А что давала Эта военная Школа Ну Дисциплину Там Я понимаю Я Сейчас Просто Закончить Хочу Люди Войну Прошли Преподавали Потом В военном Училище Училище Я Не разу За всю Свою Учебу И работу В институте Не услышал Чтобы кто Нибудь Из них Ругался Из преподавателей Ну То есть Бранными Словами Тем более Со студентами Ну Я вот Кого Вспоминаю Своих друзей Сейчас С кем Общаюсь Тоже Кто про это Ни одного Примера Не может Привести Так что Вот Так А Какие отношения Между студентами Преподавателями Были Я начальник Ты дурак Или Или Немножко Все Другое Были Очень Такие Нормальные И помогали Всегда И подсказывали И Если Могли Там Ну Вот я Помню Такой Яков Наумыч Гаухман Работал На Кафедре Аэродинамики И Что-то Он В пятницу Какие-то Занятия Вел Спрашивал Что Куда едет Ну Все На море Пиво Пить Я вам Другое Предлагаю У кого Девушки Есть Ну Кто-то Говорит У меня У меня Завтра Приедете Ко мне На дачу Где-то Он сказал У него Дача Немножко Со мной Поговорите Там Позанимаемся А может И не Позанимаемся Нарвете У меня Цветов А потом Поедете В Юрвал С девушками Пиво Пить И Они Поехали Он Нарвал Цветов Надевал И Отправил Так Что Вот Так Ну Да У студентов Денег на цветы Не всегда Хватало Да Пиво Как говорит Александр Борисович Милов Бывший Студент И преподаватель Института Гражданской Авиации Авиация Это черно-белое Кино Там Не бывает Ну Каких-то Нюансов Вот Надо делать Так Системы Резервируются И Надежность Создает Именно то Что Эти системы Многократно Продуманы И все Надо делать По протоколу Совершенно верно Да То есть Абсолютно верно Ну Как бы Дисциплинированное Отношение К профессии Было Не Не данью Какой-то Не знаю Шагистики Или Это Абсолютно Он правильно Говорит И именно так Как Говорил Корсаков Наш куратор Группы Борис Ефимович Тоже Который В блокадном Ленинграде Прожил Служил Он говорит Вся история Авиации Написана Кровью Кто Не выполняет То это Все Всегда Плохо Заканчивается Тем более Военной Авиации И вот Эти традиции Всегда Сохранялись Разгилья И везде Хватало Да Но Это Это Уже Потом Ну Все Таки В РКИГА Не так Просто Было Поступить Там же Был Конкурс Достаточно Серьезный И Комиссии Приемные Работали По всему Союзу Выездные То есть Собирали Лучших Наверное Сливки Какие-то Общества Выпускников Школ Чтобы Они Учились В этом Вузе Да И Много Показывают После Окончания Ведь Очень Много Людей Стали Выдающимися И Руководителями Гражданской Авиации И Начальниками Управлений Заводов Директорами Заводов И В институте Сколько Осталось Работать Которые Защитили Докторские Диссертации Стали Профессорами И Космонавт Из нашей Среды Вырос Казахский Но Все равно Он Из нашего Института У нас Есть звонок Давайте Послушаем Надевайте Наушники Александр Добрый день Говорите Мы вас Слушаем Я тоже Выпускник РКИГА Я горд Что кончил Этот знаменитый Институт Вся техническая Интеллигенция Латвии Это на 80 Риги По крайней 70% Это выпускники РКИГА И учились Мы хорошо И денег Хватало И стипендии И одевали В общем Все было Замечательно Спасибо Да А в какое Время Вы учились Я 65-70 год Ну вот Видите Вы застали Еще более Раннее время Да Учебы Все было Замечательно А новое здание Уже было построено В это время Да Было Ну В смысле Я уже видел Его Да А учились И непосредственно Занятия Где проходили Ну там же Были здания До этого Построены И старые Еще из кирпича Эти здания А Ага Ну это Первых Четыре Корпуса Аэлита Была Кафе Аэлита Напротив Нее Вот эти Здания Которые Еще Там Сказарм Которые Сохранились Еще Времена Крепкие Сейчас Еще там Эти здания Существуют Да Ну спасибо вам большое За воспоминания За ваш Звонок И мы Приглашаем Других Радиослушателей Тоже Может быть Звоните Делиться Вот еще У нас есть звонок Давайте послушаем Добрый день Говорите Добрый день 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 Да Я правда Не сразу Включился В эфир Но понял О чем речь Правда Не совсем К сожалению Понял Кто У вас У микрофона Александр Иванович Семенов У нас У микрофона Александр Иванович Семенов Да Очень приятно Александр Иванович Добрый день Добрый день Да Это вам звонит Выпускник 62-го года Ого А поступал Я в 57-м году Еще в военное училище Да Да И что Краснодар Выше Инженерно-авиационное Военное училище Имени Ленинского Комсомола Раньше Был Плигмон Ефремович Ворошилов Имени Дело Не в этом Может быть Не всем Радиослушатели Очень интересно Для меня Это ностальгия Ужасная Я просто В этом объем Тех Кто Работал Работал На этой Полки Радиослушатели И на Кипс Телефончик Функция Функция Ватсап Отключена В телефоне Хорошо Ну Поэтому Не могу Да Мне нет секрета Вам позвонить Вам номер С телефона Сообщить 2-6 2-6 8-8-7 Подождите Секунду Да Сейчас Я возьму Так 2-6 8-8-7 8-8-7 5-8-7 5-8-7 Спасибо Вам большое Как Вас зовут? Владимир Владимир Хорошо Владимир Спасибо Вам За воспоминания Спасибо Я записал Добавит Извините Совсем Девятую Секундочку Буквально Был такой У нас Заведующий Кафедрой Ныне Покойный Конечно же Маликов Лев Михайлович Это на кафере Приборостроения ЭТФ Электротехнического Факультета Вот он У ЯС Профессор Преподавательской Своей деятельности Активизировался Перед своей Кончиной Ну сколько Лет 5 Наверное Проработал На создании Музея Института И на втором этаже Бывшего клуба Этого института Где сейчас Балтийская Международная Академия ДМА Вот там На втором этаже Был этот музей Он так активно Развернулся В этой работе Я ему Способствовал В этой работе Определенное время Ну пока Он не ушел Из жизни Дальше уже Перехватила Другая молодежь Это дело Но по-моему Не очень сильно Поскольку Она стала работать Узконаправленно На какие-то Отдельные выпуски А не в масштабах Института А Валиков Работал в масштабах Института Ну если возможно Мы поговорим Об этом Да Потому что я знаю Что сейчас музей Остался только В корпусе В Который И принадлежит Политеху Теперь Этот музей Ну к сожалению С музеями У нас все Довольно грустно Потому что Даже такая величина Как Фридрих Сандер Не удостоился Своего музея А его экспозиция Находится В Латвийском университете На там Последнем этаже И к сожалению Не заслуживает Ну каких-то Может быть Добрых слов Потому что Ну реально Это Такое Пренебрежение Я считаю К Истории страны И к людям Которых Эта страна Эта земля Родила И которые действительно Внесли свой вклад В историю Мировой авиации И космонавтики И к сожалению Вот даже к ним Такое отношение Я уж не говорю о том Что касается института Да Хотя конечно Если бы Ну какое-то было Представление У государства Более широкое И Объективное К этому Явлению То из этого Можно было сделать Там я не знаю Целую туристическую Мекку Да Потому что И Аэропорт Спилово Прекрасный Прекрасное здание С собой представляет И там Есть экспозиция Кстати По истории Авиации И Люди Еще есть И есть Коллекции Такие Как ваш Александр Вот Сейчас Немножечко Вернемся К истории Потому что Один из Радиослушателей Нам сегодня Написал Что По Ватсапу Кстати Что В 1918 Году В Риге Еще не было Советской власти Она появилась В январе 1919 А поэтому Видимо И Считается История Института С 1919 Написал нам Слушатель Улдис Спасибо вам За замечание Да Улдис Я вам отвечу Если можно Да Сказать Да Это К советской власти Не имеет отношения Установление В Латвии На момент образования Первый Первое военное училище Которое Потом стало С основной частью Института Находилось В Киеве Потом Переехало В Москву А потом Только В тогдашний Ленинград А второе Училище Которое Из-под Гатчины Уезжало Оно тоже Было На территории России В 1918 Году Еще было В Петрограде А потом Уже дальше Переезжали Там небольшие Города И в 1924 Году Снова Вернулась В Петербург Понятно Ну то есть Латвия получила Это только После Великой Отечественной Войны У нас есть Еще звонок Давайте послушаем Добрый день Говорите Здравствуйте Я по поводу Института РКИГа Мой папа Там служил В 1962 Году Много Рассказывал Про него Он служил Срочно Срочно Сам В этом Институте Ну тоже Интересно Да Когда как раз Была переделка Военного училища На гражданский Вот этот Институт Он попал Я хотел Другое Сказать Немаловажное Что для молодежи Будет Очень интересно В РКИГа Учился Когда мы Встречались С командами КВН На одной Площадке Они были Всегда Сильны Всех Спасибо Спасибо вам За воспоминания Но это реально КВН ИРКИГа Я Не застала Может быть Эту команду Потому что Прекратили играть В тот момент Какой-то был Перерыв В этой игре А в апреле Проходили Праздники Юмора В ДК И там Пробиться Было Невозможно И там Юмор Называлось Весна Студенческая Весна Там все было И музыкальные Там просто Реально Это был Просто Не знаю Какой-то Фестиваль Талантов Потому что Это было И смешно И очень С выдумкой С большой Ну не знаю У меня До сих пор Еще Где-то в голове Крутятся Некоторые стихи С этого конкурса Некоторые сценки Задорно Брал Себе Потом Программу Которую Насчет Космоса Шутки Но он начал Учиться РКИГа Окончил Московские Алиционные Да Он брал Который Со студенческого Стэма Нашего института Он брал Свою программу А вот С двумя Из этих Как вы сказали Талантливых людей Я до сих пор Продолжаю Общаться С удовольствием Это Юрий Флаксман И Сергей Тюленев Старый Ковенщик Еще тех Тех вот времен Конца 60-х годов Так что Они тут еще Продолжают Свою деятельность Да Александр Еще по коллекции Вот На В исторической части Вашей книги Есть такая Уникальная фотография Начальник Начальник авиационного Отдела Гатчинской Военной Авиационной Школы Ульянин В служебной Форме Одежды Подчеркнуто Представляется Российском Оператору Николаю Второму И слева Начальник Школы Генерал Лейтенант Кованько Первый И единственный Генерал Воздухоплаватель То есть Ну Эта фотография Вообще Раритет Это какой-то Наверное Еще 1915 Может быть 16 год Как Вы такие вещи Добываете Мне ее прислали Мне очень помогают Мои друзья Которые И в России И в Белоруссии И в Сибири И те Кто работал Тогда И учился Со мной И вот Что они находят Они мне С удовольствием Присылают Ну не все Что подходит Для этого Но они стараются Делать Я писал И в запрос В музей Центральный музей Вооруженных сил Теперь Российской Федерации Чтобы они Кое-что Что могли Подсказали Ну присылают Присылают Люди Делают Очень много Помогают Вот Александр Шленский Тоже Выпускник Нашего института Мне очень Помогал В этой книге Да Извините Я отключу Да Вот это Как раз Это он был Наверное Наверное Слышал Да Александр Галай Вот Он выпускник Политеха Но проникся Идеей Вот этой книги Сохранения Истории Вообще Вот Нашего института Он мне помогал Очень много В создании Этой книги Верстку Компьютерную Редактирование И до сих пор Помогает Так что Вот Находим Такие Фотографии Александр Иванович А как вы думаете Вообще Вот Ну вот Есть книга Слава Богу Что вы Собрали в ней И Иллюстрации И Данные Вот По Геральдике О том Как развивалась Форма Авиационная Какие Элементы В ней Появлялись В какое время И так далее То есть Это Своеобразная Энциклопедия Наверное Авиационной Формы Ну В разрезе Такого Учебного Заведения Как РКИГ Да Не всей Авиации Конечно К учебному Отношению Да Учебному Заведению Прямое Отношение Ну вот Если бы У вас Были Неограниченные Ресурсы Как бы Вы Может быть Представили Эту коллекцию Для Будущих Поколений Или Для будущих Поколений Это вообще Уже Не имеет Значения И Не важно Ну вы имеете Ввиду В бумажном Виде Или Физическая Коллекция Которая Ну видите Если вот О чем мы И говорили Если бы Был музей Какой-то То естественно Можно было бы Это все Передать В музей И оставить Сделать Пояснение Подробное Да Ну Сейчас Я Пока Даже Не Не Очень Представляю Как Можно Это Сделать Ну то есть Если кто-то Нас Слушает Из Выпускников РКИГА Кому это Интересно То Можно Может быть Продолжить этот разговор За пределами студии Для того Чтобы Подумать Как все-таки Эту Историю Сохранить И Представить Для Всех Кто интересуется Авиацией Может быть И Высшим Образованием Высокого уровня Какое давал РКИГА В свое время Потому что Ну реально Есть вещи Которые Очень Ценные Есть И учебники Которые подготовлены Этими Преподавателями И преподавательским Составом Вот И Материалы И Сами По себе Материальные Свидетельства То есть Значки Да Увидеть Вот хотя бы Выпускные Свидетельства Тогда еще Дипломов Не было Да Довоенные Какие предметы Сдавали Да Позавидовать Можно Чему учили Специалисты Со средним Образованием По сравнению С тем Которые Дают Некоторые Возы Сейчас Да Да Даже этому Можно позавидовать Да И что там Были за предметы Которые Можно посмотреть Там целый Перечень Таких Предметов Которые Ну Технику И могли Не пригодиться Ну Например Иностранный Язык Ему Зачем Был Советскому Технику Который Никогда Никуда Не выезжал Ну Для того Чтобы он Имел Возможность Посмотреть Что-то Узнать Потом Это Конечно Было До войны Вряд ли Наверное Это было Возможно Это делали Ну Остальные Ну Современные Техники Говорят По-английски Поэтому Это Да Теперь Без Этого Оно Все Все В сравнении А Вот Последний Вопрос Который Я хотела Бы вам Задать Как Эти Авиационные Династии Образовывались Вот Почему Лично У вас Не было Другого Варианта Как Пойти По стопам Отца Вы Рассматривали Другие Варианты Или Это Как-то Сразу Было Где-то Уже Внутри В подкорке Сидело Что Только Авиация И Больше Ничего Ну Знаете Я даже Не вспомню Если честно Говорить То есть Вы родились Уже Авиатор Да Ну Если родился Не родился Да Но Считал Нормальная Профессия Мужская Солидная Солидное Дело Так что Как-то Так Сложилось Да Это И брат Мой Уже Пошел Младший Брат Мой Тоже Там Учился Да Он Тоже Уже Раз И отец Учился Там И служил И я И он Тоже Стал Учиться В этом Учебном Заведении Потом Успешно Работал И за Границей Вот кому Принутился Английский Язык Он Работал В представительстве ВКО Аэрофлота В Канаде Вот Ему Это Нужно Было Уже Да А потом И сын Учился Но он Учился Уже В РАУ Ну это Еще И доучился До того Момента Пока Его не Расформировали Понятно Он Уже Не Закончил Этот ген Оказался Очень Сильным Да Ну и Неплохо Да Итак Сегодня Мы Вспоминали Историю Рижского Краснознаменного Института Гражданской Авиации Инженеров Гражданской Авиации Сокращенно РКИ ИГА И Делали это Через призму Книги Александра Ивановича Семенова Который Обобщил Материалы Своей коллекции Снабдив Снабдив Ее Очень Солидными Подробными Объяснениями По Геральдике По истории По По истории Самой формы И знаков Отличия И по истории Института Гражданской Авиации И Конечно Хотелось бы Чтобы Такая книга Была Ну если не у Каждого Выпускника Ну хотя бы У некоторых Для того чтобы Хорошее пожелание Да Спасибо Это Издание И эти традиции Остались в истории И Сегодня В программе Очевидец Мы об этом Рассказали Спасибо Александр Иванович За участие Спасибо Слушателям За то что Звонили Делились своими Воспоминаниями С вами была Автор и ведущая Людмила Прибыльская И звукорежиссер В студии Родион Золотарев Всего доброго До встречи Через неделю Да До встречи